Основные перекрытия пошли, вот, лето было, вот, началось все это обрушаться. ЖЭО говорит, что материалов нету. Николай рассказывает о потолке на первом этаже. С него постоянно осыпается штукатурка, и делать с этим никто ничего не хочет. Жители дома рассказали, что у ЖЭО один ответ на все. Нет материалов ни на трубы, ни на полы, ни на окна. И это несмотря на то, что совсем недавно в доме номер 5 по улице Грибоедова был сделан капитальный ремонт крыши. Николай рассказал, что в сушилке отопления нет вообще. Труба несколько раз взрывалась из-за высокого давления, и сотрудники ЖЭО ее просто заварили. А вот полы жители первого этажа попросили оставить такими. Они закупили стройматериалы и решили заменить прогнившие доски. Поэтому пока передвигаться приходится так. Стены на этаже поразил Грибок. Он распространился практически на весь коридор. Вот в таких вот мы условиях живем. Ну ладно, мы истерпелись. Вот я вам предоставляю, что в этом отсеке живет ребенок-инвалид. Повыло, видите, какие шикарные у нас. ЖЭО у нас видел, что уже стройматериал лежат. Вот, сделать что-то у них нет силы. Сейчас мы ждем пополнения денег, чтобы за свой счет сделать вот эти полы. От наспех сделанных оконных рам и заваренных труб отопления можно переместиться на второй этаж. Здесь ситуация чуть-чуть получше. Окно на лестничной клетке красивое, пластиковое. А вот в самих коридорах все то же самое, что и у соседей снизу. Часть потолка обрушилась, и дыру заделали фанерой. В сушилке практически похожая ситуация. Ну как, воду отмаливалось, убираем. Берем венчик и убираем это все, что оттуда усыпется, рушится. Так и там, когда там рухнуло, там вообще пылище было. Канализационные трубы во время капитального ремонта заменили, а вот отопление все тоже. На кухне трубы прорывались несколько раз. Александр сам ставил хомуты. Сотрудники ЖЭО просто разводили руками. Ответ все тот же. Нет материалов. На одной только кухне Александр поставил четыре хомута. Жильцы стараются ухаживать за домом сами. Оно и понятно, им здесь жить. Где-то подкрасят, здесь подлатают, а там зальют цементом. Вот только им самим уже кажется, что они выполняют не свою работу. Согласно информации в СМИ, на капитальный ремонт дома было потрачено 1 миллион 643 тысячи рублей. Вот только есть один забавный факт. Через четыре года, по словам жильцов, их расселят. Поэтому они и сами не знают, как оттаситься к такой большой трате денег на умирающее здание. Как вам сказать? Что это хорошо или плохо, сами не знаем. Ну, вода есть, свет есть. Живем. Капитальный ремонт всегда хорошо, когда что-то ремонтируется. Но если и хотят носить, зачем это делать? Получается, что это палка о двух концах. С одной стороны, жителям дома отремонтировали крышу, которая перестала течь. Поменяли канализационные трубы, и теперь вода идет без прибоев. Но топительная система осталась без изменений. Как и другие травмы самого здания. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.